приветствую друзья с вами снова тарас и рубрика оружейные новинки от компании и без и сегодня у нас вновь моя любимая тема тема высокоточной стрельбы оружие для стрельбы на большие и очень большие дистанции эта винтовка которая называется blazer r8 long range grs винтовка выполнена в калибре 338 лапуа magnum и я не погрешу против истины если скажу что blazer r8 это оружие незаурядное крайне интересное и практически во всем совершенно уникальное здесь применено такое количество новшеств и уникальных конструкторских решений о которых мы сегодня будем говорить во всех подробностях что даже сравнивать blazer r8 и традиционное оружие с продольно скользящим затвором ну наверное не совсем уместно но мы попробуем и поэтому приступаем к нашему обзору прежде чем мы перейдем к деталям конструкции этой винтовки я предложил бы вам просто взглянуть на то насколько она красивая blazer компания немецкая и в полном соответствии с немецкими представлениями о качестве и красоте оружия а немцы очень ценят действительно изящное элегантно выполненное оружие компания делает свои модели ну на стыке сказать бы хай-тек то есть передовой конструкторской мысли оружейной и традиционных представлений о том каким должно быть идеальное охотничье оружие в отличие от американских компаний blazer не делает просто инструменты для стрельбы до или инструменты для охоты в данном случае это винтовка которой можно и ну наверное нужно мечтать по крайней мере действительно увлеченные стрелки увлеченные охотники наверняка не раз засматривались на продукцию компании blazer в оружейных магазинах и данный представитель линейки blazer винтовка long range grs она эти традиции продолжает и поддерживает действительно очень красивая очень изящная очень незаурядное оружие итак подробности blazer r8 это карабин с ручной перезарядкой но кроме всего прочего это карабин с самой быстрой системой ручной перезарядки это признано всеми без исключения и действительно найти оружие которое можно было бы перезаряжать еще быстрее ну пожалуй просто невозможно вот можете оценить сами то скорость которой на охоте стрелок может перезаряжать данную винтовку оставаясь вложен прицел как видите для того чтобы выбросить стреляную гильзу и дослать новый патрон необходимо произвести прямое движение затвором не нужно ничего никуда доворачивать это так называемый затвор прямого действия работает он очень быстро пользоваться им очень легко потянули рукоятку на себя толкнули от себя все затвор закрыт оружие готово продолжать стрельбу система это пользуется очень большой популярностью среди охотников в том числе и в украине но также отлично себя зарекомендовала и в области высокоточной стрельбы потому что до появления системы блазер р-8 существовала предыдущая версия которая называлась блазер р-93 в линейке р-93 были также и тактического вида винтовки не назывались лрс и лрс-2 и эти винтовки зарекомендовали себя великолепно они состояли на вооружении например в службе безопасности украины во многих других специальных подразделениях и их очень любили стрелки за их великолепную кучность чем это достигается вот сейчас я попытаюсь показать и рассказать как я это понимаю детальное рассмотрение этого оружия давайте наверное начнем все таки с затвора как самого действительно нетипичного элемента по сравнению с традиционными моделями затвор ходит по полозьям в ложе на двух вот таких направляющих и отличается он тем что личинка затвора которая выполняет функцию запирания патрона в патроннике она не имеет традиционных оппозитных боевых упоров которые распространены в типичных конструкциях ну вот например ну вот например затвор винтовки компании savage как видите два традиционных боевых упора в случае же затвором компании blaser вот для того чтобы было понятнее у меня отдельно есть его боевая личина вот эти выступы на ней а их насчитывается 14 штук это по сути и есть боевые упоры на которые запирается затвор только в данном случае они размещены радиально поэтому такое затвор еще называется цанговым он работает ну в принципе как и любая цанга то есть после того как досылается патрон в патронник выступы раздвигаются в стороны и соответственно плотно удерживают затвор в закрытом состоянии до тех пор пока вы не решите его открыть интересно отметить что площадь запирания боевых упоров в данном случае и в данном случае совершенно сопоставимо хотя казалось бы здесь они выглядят гораздо более массивными но здесь боевых упоров намного больше и это является залогом надежности затвора в компании blaser потому что у многих пользователей попервах такая система может вызвать вполне понятное недоверие тем не менее по площади запирания эта система значительно совершение классической и есть у нее и другие плюсы которые позволяют ей превосходить классические системы еще и в точности вот сейчас на них тоже подробнее остановлюсь и так в чем же еще преимущество системы blaser по сравнению с типичной вот у меня в руках ствол сменный ствол для данной винтовки система это мультикалиберная то есть стрелок может очень быстро и легко менять не калибры я покажу потом чуть позже как это делается и если вы обратите внимание он выполнен из одной цельной детали то есть вот это утолщение на стволе это на самом деле не ресивер и не ствольная коробка это патронник вот таким вот образом него входит затворная личина дальше она замыкается и соответственно надежно фиксирует патрон в патроннике ну и здесь кто-то может спросить а где же в таком случае находится ресивер или ствольная коробка данной системы вот одно из преимуществ блазера заключается в том что ресивера ствольной коробки здесь нет вообще как таковой и таким образом на одну деталь меньше участвует выстреле и соответственно тем самым достигается значительно лучше соосность и концентричность патрона патронника ствола и затвора потому что исключается лишний элемент ствольная коробка у этого решения есть свои особенности в том числе недостатки но о них немножко позже пока что о достоинствах значит еще один очень интересный момент на который наверняка обратят внимание стрелки высокоточники он заключается в том что запирание затвора в стволе производится абсолютно симметрично по всей окружности ствола благодаря этому патрон в патроннике также располагается строго по его центру то есть не возникает никаких ненужных перекашивающих моментов стволы компания blaser делает методом холодной ковки и таким образом достигается очень хорошая соосность канала ствола и патронника это позволяет выполнить очень важные условия точные стрельбы полную максимальную соосность всех деталей оружия для того чтобы ничего в нем не стояло под различными углами и чтобы при выстреле все ингредиенты этой системы смотрели в сторону цели при этом и пуля также при выстреле полетит точно в сторону цели не возникнет никаких нежелательных отклонений но вернемся к системе с прямым ходом затвора помимо очевидных плюсов система очень быстрая позволяет действительно мгновенно выполнять перезарядку оружия появляются также естественно вопросы к ее безопасности то есть например если в обычной винтовке вы затвор закрыли повернули и он надежно держится на месте то здесь кто-то может сказать что охотник будет нести винтовку за спиной на плече задение затвором за какой-нибудь кустик или веточку и затвор таким образом откроется либо вообще может потеряться на самом деле это конечно же не так потому что единожды закрыв затвор для того чтобы его приоткрыть необходимо выжать специальный элемент взводитель то есть вот в таком состоянии затвор не открывается немножко приподнял взводитель вы можете затвор снова открыть и закрыть взводитель это еще один элемент который отличает оружие компании blaser и некоторых других европейских брендов от подхода ну например американского то есть мы привыкли к тому что основным элементом безопасности оружия является предохранитель нас учили что предохранитель это важный элемент им обязательно нужно пользоваться но полагаться на него целиком и полностью не следует потому что предохранитель очень часто не снимает оружие с боевого взвода только блокирует одну из деталей в ударно-спусковом механизме так вот здесь в качестве предохранителя предусмотрен элемент который называется шпан шибер он же взводитель для того чтобы винтовка произвела выстрел вы большим пальцем взводите пружину ударника боевую пружину только после этого возможен выстрел перезаряжаете винтовку шпан шибер остается верхнем положении можно снова стрелять если необходимости выстреле нет оружие можно одним движением большого пальца обезопасить выжимаете шпан шибер вниз и вот в таком положении выстрела не произойдет ни при каких обстоятельствах потому что в данном состоянии ударник винтовки не находится под давлением пружины и соответственно не сможет наколоть капсуль патрона который находится в патроннике различить состояние когда оружие взведено и когда оружие снято с боевого взвода очень просто вот после того как я взвел шпан шибер является красный квадратик который непосредственным образом указывает на то что оружие готова к выстрелу и соответственно когда я снимаю его со взвода никакого красного цвета нет все спокойно за оружием можно не переживай почему компания blazer пошла на такой интересный шаг как исключение ствольной коробки из конструкции данной винтовки один из неоспоримых плюсов такого решения это общая компактность получившейся системы то есть в данном случае большой длинный ствол 27 дюймов длина ствола но за счет того что ствольная коробка отсутствует винтовка не кажется слишком длинной кроме того она весит ну как для оружия в 338 калибре совершенно смешную массу имеет чуть больше четырех килограммов и честно говоря без установлена на винтовку фирменного дульного тормоза от blazer либо же саунд модератора я пожалуй что побоюсь из нее стрелять потому что калибр 338 лапуа magnum это один из самых мощных и самых дальнобойных калибров и при легком оружии при небольшой массе оружия отдачу он тоже генерирует но совершенно что называется не детскую данном же случае за счет дульного тормоза эту отдачу удается достаточно эффективно сдерживать но не все о достоинствах давайте скажем пару слов и о недостатках этого решения для пущей объективности вот так выглядит магазин blazer r8 и я думаю вы уже обратили внимание на то что магазин у меня в руках отсоединился вместе со спусковым крючком и спусковой скобой это прямое следствие того что общую длину системы постарались сделать минимальной поэтому невозможно организовать такую систему съемных магазинов чтобы спусковая скоба и спусковой крючок оставались на месте несмотря на то что решение ну кажется очень нетипичным да где еще видано чтобы магазины отсоединялись вместе с уэсэм по сути в самом магазине установлена только скоба спусковой крючок и небольшой рычаг которым спусковой крючок передает усилие на механизм на ударно-спусковой механизм сам же ударно-спусковой механизм находится разумеется внутри затвора поэтому даже когда вы меняете магазины вы можете купить их несколько штук и менять по необходимости потому что емкость у них небольшая все настройки спускового механизма сохраняются и он продолжает работать точно так же как если бы у вас ничего не менялось кстати говоря о спуске блазер прекрасно понимает необходимость действительно качественного спускового механизма для точной стрельбы и я абсолютно уверен что большинство стрелков не возникнет никакого желания его менять потому что спуск здесь одноступенчатый очень сухой усилие его порядка 700 грамм и честно говоря настолько совершенно спускового механизма я не встречал очень давно пожалуй что на высокоточных системах высшей ценовой категории высшего качества американского производства также стоят сравнимые спусковые механизмы очень хороший спуск который не рекомендуется пытаться настраивать самостоятельно и я уверен что необходимости в этом ни у кого не возникнет и еще одна ремарочка касательно конструкции магазина и спускового механизма магазин фиксируется в ложе с помощью вот такой двойной двусторонней защелки и вот казалось бы раз можно изъять магазин вместе со спусковым крючком винтовка при этом взведена то возможны вопросы к безопасности потому что как же так спуска нет а винтовка осталась взведенной разумеется конструкторы это предусмотрели когда вы извлекаете магазин винтовка снимается с боевого взвода автоматически и становится совершенно безопасно установить магазин точно также просто вставляете до щелчков все он стоит на месте чтобы не потерять магазин для тех кто не хочет допустим его снимать у вас всего один магазин вы не собираетесь его менять и хотели бы полностью обезопасить себя от его потери здесь внутри в самом магазине есть специальная защелка переведя ее в заднее положение вы фиксируете этот механизм и вынуть магазин без разблокировки внутренней защелки у вас уже не получится так заблокирован вот таким образом разблокирован очень легко просто и абсолютно надежно теперь давайте остановимся на ложе данной винтовки ложа выпускается как я уже упоминал норвежской компании grs и я думаю вы уже обратили внимание но то что ложа это оснащена регулируем механизмом подъема щеки регулировки затыльника приклада длины приклада механизм этот ну можно сказать совершенно гениален своей простоте вот такая подпружиненная кнопка с отверстием в центре и штифт с резьбой который позволяет фиксировать его в любом нужном вам положении соответственно установив щеку на необходимой высоте просто отпускаете кнопку и приклад настроен так как вам нужно ложе это выполнено из оружейного ламината то есть влагостойкой водостойкой фанеры выглядит она очень элегантно оформлена на матовым лаком оставляет очень приятные теплые ощущения здесь нет никакого глянца который ощущается в руках как пластик здесь все очень натурально и ее ну очень хочется гладить трогать и так далее просто потому что это действительно живое и приятное дерево я несколько раз видел как подобные винтовки попадают под дождь под снег замерзают под ледяным дождем и их пользователи уверяют меня в том что ничего абсолютно с ложей при этом не происходит то есть оружейный ламинат действительно очень хорошо стабилизирован не боится влаги несмотря на то что выглядит он достаточно нежным что ли и ну вы можете сами видеть насколько это красиво и элегантное решение такую же винтовку long range 338 калибре компания блазя предлагает также и в других типах лож фирменных ложах профессионал профессионал секс с однако именно в данном варианте ложе обладает необходимыми настройками для того чтобы каждый стрелок мог подогнать ее по собственным требованиям по собственным размерам спереди на цевье в ложе выполнена так называемая евро шина я на нее сейчас поставил переходник под антапку который позволил мне установить сюда сошки на эту евро шину можно устанавливать любые переходники в том числе и под планку пикатинь и еще прошу обратить ваше внимание на фирменную форму рукоятки ложь компании grs она действительно очень продумано очень эргономично и ладонь любого размера любой формы сюда ложится как влитая я еще не встречал людей которым бы подобная рукоятка и подобные формы не подошли или не понравились действительно очень удобно и совершенно не возникает желание что-то здесь переделывать подгонять под собственную руку каким-то образом норвежцам удалось достичь того идеала который раньше казался недостижимым сделать одну рукоятку которая будет удобно ну подавляющему большинству стрелков единственный минус он совершенно очевиден заключается он в том что рукоятка это рассчитана под правую руку то есть если вы левша либо если вам нужно стрелять с левой стороны это возможно технически но естественно ни о каком удобстве уже речь не идет потому что форма вот этой проточки под ладонь и под большой палец она рассчитана на то что стрелок все-таки держится за нее правой рукой во всем же остальном совершенно безукоризненные с точки зрения эргономики решения теперь давайте посмотрим на то как в данной системе можно быстро сменить ее калибр это делается действительно очень легко и я надеюсь что сейчас вы сами в этом убедитесь вот такой инструмент компания blaser вкладывает комплект по сути это шестигранный ключ которым отпираются два ложевых винта удерживающих ствол непосредственно вложен отпускаем оба винта после чего можем просто вот так извлечь ствол вместе с прицелом и отложить его в сторону берем сменный ствол в данном случае в 308 калибре ствол также матчевый как видите утолщенного профиля с каннелюрами стволы эти надо сказать что blaser славится точностью своих кованых стволов а также их долговечностью что немаловажно и после этого устанавливаем его винтовку затягиваем два винта никаких требований по какому-то точному усилию затяжки компания blaser не дает просто говорит затянуть от руки туго и все больше ничего для того чтобы эта система работала делать не нужно более того если вы снимаете и ставите на место один и тот же ствол и делаете все операции достаточно точно компания blaser гарантирует что смещение точки попадания после разборки и сборки винтовки не произойдет я думаю что этот момент мы еще проверим а пока что давайте заменим боевую личинку в затворе потому что данном случае стоит боевая личина под калибр 338 лобуа магнум нам необходимо поставить боевую личину под 308 калибр делается это также достаточно просто для начала вот в затворе есть такая поперечная поперечный фиксатор его нужно поддеть и вот таким образом приоткрыть после этого после этого мы выводим хвостовик личины из зацепления с конструкции затвора и личинка очень легко из него извлекается берем вторую надеваем на ударник и его пружину поворачиваем устанавливаем зацепление и ставим на место фиксатор для этого нужно немножечко личинку прижать все фиксатор на месте личинку мы заменили после этого ставим затвор обратно и нам остается заменить магазин извлекаем магазин предназначенный для 338 калибра и вот здесь у меня сменный магазин для калибров 308 и подобных ему на самом деле отличаются эти магазины по своей сути только вот этими внутренними вставочки сейчас я их выну и покажу вам поближе вот такая вставка идет под калибр 338 лапоа магнум и вот такая вставка идет под калибры 243 308 6 миллиметров 6 xc 6,5 x 47 лапоа в данном случае магазин в 338 калибре вмещает только два патрона это один из недостатков блазер r8 небольшая емкость магазина два патрона в магнум калибре в случае с 308 и подобными же калибрами магазин будет вмещать 4 патрона устанавливаем вставочку в магазин магазин ставим на место проверяем можно зафиксировать его защелкой для пущей надежности все система готова к работе в 308 калибре и остается еще один элемент который мы пока не переставили на систему в новом калибре это прицел оптический прицел который у нас остался установленным на 338 стволе в данном случае это прицел виктори в 8 компании цайс прицел с кратностью от 4.8 x до 35 x это действительно великолепный прицел для высокоточной стрельбы потому что он позволяет легко что называется выцеливать очень малоразмерные цели то есть вести очень точную стрельбу но еще более интересным является способ его крепления у компании Blaser то есть во первых вы можете иметь различные прицелы на стволах различных калибров это удобно потому что единожды выполнив пристрелку такого прицела вам не понадобится больше не вносить никаких изменений вы просто меняете стволы затворные личинки магазины калибр у вас заменен можно приступать к стрельбе если же прицел у вас один то такая конфигурация тоже возможна в данном случае прицел установлен на быстросъемное крепление Blaser которое с помощью вот такого очень простого движения отсоединяется и на нем однозначно стоит остановиться подробнее потому что эта система очень сильно отличается от привычных интерфейсов типа Пикатинни или Вивер к которым привыкли стрелки-высокоточники ну например на американском оружии видите здесь такие характерные посадочные места ответные части для них предусмотрены на кронштейне вы просто устанавливаете прицел ответными частями в них и поворачиваете быстросъемный механизм замыкаете его все прицел установлен более того я покажу с этой стороны чтобы было понятно насколько легко это реализовать откидываются рычажки поднимаются вверх прицел снят компания Blaser небезосновательно утверждает что если вы ставите прицел на один и тот же ствол в данном случае один из плюсов системы без ресивера заключается в том что прицел устанавливается непосредственно на ствол то есть опять же не возникает никаких промежуточных элементов между стволом и собственно оптическим прицелом то есть вы устанавливаете прицел затягиваете крепление если вы все сделали правильно точка попадания не смещается даже по меркам высокоточной стрельбы ни малейшего смещения точки попадания происходить не должно это действительно огромный плюс данной системы и возможности которые она предоставляет ну во многом просто уникальны потому что на системах классического плана на системах с планками Пикатинни и Вивера добиться такой повторяемости установки оптики очень и очень непросто да и саму оптику поставить намного сложнее вы в принципе можете в этом убедиться посмотрев на нашем канале мой обзор который называется как установить оптический прицел он у меня получился двухсерийным длительностью более часа потому что дело это ну достаточно непростое в данном же случае дополнительную простоту вносит то что прицел компании цейс оснащен вот такой интегрированной шиной на которую ставится кронштейн для крепления компании блазер и благодаря этому нет необходимости ни в каких кольцах ни в каких моноблочных кронштейнах не нужно ничего притирать не нужно ничего выравнивать примерять и так далее вы выставляете по шине данный кронштейн с помощью вот этих трех винтов двигаете его в нужную сторону затягиваете и после этого просто ставите его на оружие делается это ну как видите действительно моментально и проще пожалуй уже некуда подытоживая могу сказать что я не ставил себе задачу полностью рассказать вам о всех особенностях системы Blaser R8 это наверное невозможно потому что данная модель относится к охотничьи спортивным разновидностям а тем временем у компании Blaser огромное количество моделей выпущенных специально для охотничьего применения мы рассказывали о некоторых из них в репортаже с выставки ИВА 2017 показывали их есть эксклюзивные варианты исполнения штучной работы очень красивое произведение искусства действительно на по-настоящему совершенные во всех смыслах образцы охотничьего оружия и мы еще будем к ним возвращаться я думаю даже не раз по мере появления новых моделей в заключении о данной конкретной системе Blaser R8 Long Range GRS в 338 калибре я хочу сказать что пусть вас не пугает то что она продается в комплекте с 338 стволом многие стрелки смотрят и говорят зачем мне 338 калибр такой большой мне не нужен а в 308 например калибре таких систем готовых у Blaser нет на самом деле это не минус а плюс потому что интегрировать в стандартную систему R8 вот такой большой патрон калибр 338 LPO Magnum было делом непростым и поэтому для этой задачи была выпущена специальная модель а поставить вместо 338 калибра 308 6,5 на 47 6,5 на 55 243 7 мм 8 мм любой традиционный охотничий калибр не составляет абсолютно никакого труда компания Blaser выпускает стволы во всех ну самых известных и популярных охотничьих калибрах как европейских так и американских они бывают матчевого контура бывают легкого охотничьего контура различные длины могут отличаться шагом нарезов одним словом все что вам заблагорассудится все что вам захочется в рамках системы Blaser R8 можно реализовать я знаю уже нескольких человек которые именно с вот такими винтовками в 308 калибре выигрывали соревнования по высокоточной стрельбе в Украине и наверняка эти системы будут получать все больше и больше распространения в мире я в этом уверен тем временем именно на этой ноте я хотел бы считать наше первое знакомство с системой Blaser R8 законченным и если у вас остались вопросы то я с удовольствием постараюсь ответить на них в комментариях к данному обзору спасибо за внимание с вами был Тарас винтовка Blaser R8 Long Range GRS в калибре 338 Lapo Magnum и оружейные новинки от компании Тарас Лопат Субтитры создавал DimaTorzok